В Приднестровье посетил старший эксперт ООН Томас Хаммерберг. Это седьмой его визит в нашу страну. Специальность Хаммерберга – права человека и рекомендации, как улучшить ситуацию в этой сфере. Особо отметил те улучшения, которые произошли в области прав людей с ограниченными возможностями, поскольку эти люди страдают в любой стране мира. Очень важно, чтобы в обществе понимали, с какими проблемами эти люди сталкиваются и относились к ним соответственно. И еще огромный прогресс есть, который я бы хотел отметить, касается людей, которые содержатся в досудебных учреждениях, досудебном аресте. Еще пять лет назад эксперт подготовил специальный отчет о соблюдении прав человека в Приднестровье. Рекомендации нынешнее руководство республики проанализировало. Есть существенное движение вперед, говорит Хаммерберг. В новом докладе 40 страниц рекомендаций и предложений. Свой документ Томас Хаммерберг презентовал на встрече с приднестровскими общественниками. На трассе Чернигов-Городня-Синяковка на мосту через реку Тетива произошла трагедия. В автобус Тирасполь-Москва въехала фура. Управлял грузовым автомобилем гражданин Сербии. В результате ДТП погибли два человека. Это водители и автобуса, и фуры. Водитель-сменщик шофера автобуса выжил. Еще двое пассажиры получили травмы. Помощь им оказали на месте. Одному потребовалась госпитализация. У него черепно-мозговая травма и подозрение на разрыв селезенки. В больнице Чернигово со слияния пострадавшего сейчас оценивают как стабильное. Известно, погибший шофер нашего автобуса за рулем десятки лет. Практически всю жизнь работал в системе пассажирских перевозок. ДТП со смертельным исходом в Днестровске. В районе ГРЭС водитель Ниссан-Премьера превысил скорость и не справился с управлением и врезался в дерево. От удара машину разорвало на части. Мужчина умер на месте. В Приднестровье готовится к акции «Бессмертный полк» в День Победы. Уже пятый год партия обновления помогает в реставрации военной фотографии героев. Сбор фото продлится до 22 апреля. Вы должны прийти в отделение или к нам в офис в партии обновления, оставить фотографию, оставить координаты. И координаты фамилию, имя, отчество фронтовика. Мы это все записываем, фотографию оставляем у себя. Потом уже дальше начинаем с ней работать. И уже когда готова фотография, мы звоним, приглашаем. «Бессмертный полк» охватывает более 80 стран. В Приднестровье акция впервые прошла в 2015-м в честь 70-летия Великой Победы. В прошлом году в обновлении отреставрировали порядка 2000 фотографий. Новый пляж у подножья Бендерской крепости появится уже летом. Раскинется зона отдыха на 5 гектаров. Участок разделят на зоны, сам пляж, а еще спортивные, детские площадки и место для барбекю. Сама территория участка, она как бы природой создана для пляжа. Потому что, во-первых, рельеф пологий, второе – почва песчаная, третий – он ориентирован на юг. Строительство пляжа – один из пунктов программы КАП-вложений. Пока на работы выделили полтора миллиона рублей. Господминистрация Бендер объявила конкурс на лучший проект пляжа. Итоги подведут 28 февраля. Пока территория будущей зоны отдыха тщательно изучается.